Есть причины, из-за которых жизнь становится короче. Наверное, лет 20, да, я курил. И однажды придется взглянуть правде в глаза. Вы украли у себя 14 лет жизни. Но потерянные годы еще можно вернуть. Я мокрый, я занимался. Николай Бондурин, Михаил Грушевский, Аркадий Укупник. Смогут ли они подарить себе жизнь? Субтитры создавал DimaTorzok С тех пор прошел 21 год. Недавно к нам совершенно случайно попала эта видеозапись с мобильного телефона. Посмотрите, Азиза перед концертом. Врач делает ей какой-то укол. Что это за укол? Неужели Азиза чем-то больна? Мы решили пригласить певицу на наш проект. Здравствуй, дорогая. Мы в гостях у Азизы. Ну, наконец-то добрались за меня. Пытаемся расспросить ее о здоровье. Вот это моя комната. Обратите внимание на эти квартиры. Но почему-то певица в первую очередь хочет показать нам свою квартиру. Духи мои любимые. Ну, не скажу, какие. То отсек будет. И вот так на протяжении часа. Это натуральный янтарь. Полудрого, сын и камень, они как-то больше греют. Как истинно восточная женщина, Азиза похвалилась всеми атрибутами успешной жизни. Хорошей квартирой, украшениями, дорогой машиной и даже молодым возлюбленным Александром. Я невеста, он жених. Уже вот, ну, это уже мой год как-то. Азиза мечтает о роскошной свадьбе. Но почему-то Александр не торопится в ЗАГС. Может быть, из-за проблем со здоровьем невесты? Он иногда мне называет «хворя ты моя». Я говорю «Ой, Саша, спина болит, хворя ты моя». А еще певица часто простужается, страдает от аллергии, головных болей. Всех проблем не перечесть. В последнее время у меня и по осени, и по весне, это постряется, это хронические заболевания, у меня очень сильные боли в желудке. У Азизы нет вредных привычек. Просто певица пустила свое здоровье на самотер. Зато мама Азизы очень переживает за состояние дочери. Она болеет часто. Она жалуется. Все, все болит. Спина болит у него. Сегодня, впервые за долгие годы, Азиза отправляется на прием к врачу. Татьяна Шаповаленко хочет понять, что за таинственный укол делали певицы. Это новокаиновая блокада. То есть это обезболивающая? Позвоночник, да. Перед концертом, чтобы я не чувствовала боль острую в спине, у меня бывает. Я же должна двигаться, танцевать. А у меня боли. Чтобы на каблуках могла стоять. Азиза, а вы вообще обследовали когда-нибудь позвоночник, состояние позвоночника? Ну, периодически возникало мысль. Я все время думала, еще есть время. Еще, ну, а времени никогда нету. Я объясню, что меня удивляет немножко. Да? У вас есть все атрибуты внешней красивой жизни. Начиная от вас самой и заканчивая квартирой, машиной и прочим. Вы мне рассказываете это очень ярко и интересно. И при всем при этом вы между делом, походя, говорите, что, вы знаете, вот нога отказывает, на каблуках ходить не могу. Вы понимаете, что вы прикрываетесь за очень красивым, очень ярким фасадом. Вы стараетесь скрыть очень серьезные проблемы. Проблемы с позвоночником могут закончиться по лечу. Вот так когда-нибудь вот откажут ноги, ну, вот, и что мы будем делать? Лежать в красивой квартире. Вам не кажется, что сейчас самое время немножко обратить внимание на себя, на свое здоровье? Угу. Ой, так. Тест на состояние позвоночника. Певица должна вытряхнуть шары из этой коробки. Три, четыре. Ой! Пять секунд. Я предлагаю остановиться на этом, потому что если вы уже при малейшем наклоне почувствовали боль, то это повод для достаточно серьезного обследования. Азиза отправляется на детальное обследование. Она сдает анализы крови, проходит УЗИ и полное сканирование всего тела. Данные вводятся в специальную компьютерную программу. Она вычислит, сколько лет осталось жить певице. Я была права. За очень красивым внешним фасадом скрывается огромное количество проблем. Первое – это лишний вес. Вот все то, что на картинке обозначено розовым, это так называемая висцеральная жировая ткань. А сколько килограмм будет? Порядка трех-четырех килограмм. Мы проверили состояние вашего желудка. У вас все признаки тяжелого эрозивного гастрита. Причем это уже предъязвенное состояние. Чем это опасно? Прежде всего, тяжелыми кровотечениями из желудка. Вот откуда болевой синдром. Вот это клетки вашей иммунной системы, ТИБ-лимфоциты. Помните, вы говорили, что вы достаточно часто простужаетесь? Да. У вас очень слабый иммунитет на сегодняшний день. На чем держусь? На энтузиазме, наверное. И это, к сожалению, не смешно, потому что энтузиазма не хватит на всю жизнь. Да. Состояние вашего позвоночника. Между последним поясничным позвонком и крестцом диска нет. Там есть огромная грыжа, и вам грозит то, что будет короличь ног. Вы не сможете двигаться. Господи. Наступает момент истины. То, что заложено в вас. Тот возраст, который дан вам под рождение. 80-85 лет. Но слабая система иммунитета, частые простуды забрали у вас 4 года жизни. Плохое питание и как результат этого тяжелый гастрит украли еще 9 лет. Малоподвижный образ жизни. Отсутствие нагрузок. Минус 10 лет. Итого на сегодняшний день вы украли у себя 23 года жизни. Да. Ваш возраст смерти всего 57 лет. Вы ожидали таких результатов? Я вообще стараюсь не думать об этом, но это уже слишком. Вы собираетесь замуж. Может быть, это еще один стимул для того, чтобы заняться своим здоровьем? У нас с вами есть 8 недель на то, чтобы изменить отношение к собственному здоровью. Уйти от внешнего и обратить внимание на то, что происходит внутри вас. Договорились? Конечно. Вы готовы? Ну, раз я здесь, да. Пойдемте. Новый образ жизни. День первый. В гости Казизи приходит ее тренер. Алексей Немов. Прославленный гимнаст. Четырехкратный олимпийский чемпион. Его блистательному выступлению в Афинах зрители аплодировали стоя. Леша. Вот, пожалуйста, это моя спальня. Здесь будем заниматься спальня. Ну, в целом-то, места у нас хватит. А здесь нужно немного похудеть. А помогут ли в этом пылесос, утюг и вешалка? Вот так, спина прямая, нога... Согнута. Полусогнута. Ну, полусогнута. Здесь прямая нога, соответственно. Да, и пошла. И вот так вот. Понимаешь? Свой дом Азиза убирает сама. Только теперь она будет убираться с нагрузкой. Пылесосить с прямой спиной. Ой! Ой! Слушай, Лешка, это действительно тяжело. Гладить и танцевать одновременно. О! О! Так вот, зачастую, 60 калорий нужно вытянутить, потому что, в принципе, очень неплохой результат. Переносить вещи на вытянутых руках с прямой спиной. Ну, вешаем на прямых руках и на носочках. Это пыхно. Да. Со стороны выглядит смешно, но во время таких домашних дел с нагрузкой калорий сжигается в полтора раза больше, чем обычно. И Азиза это уже чувствует. Дальше уже... Ну, ничего. Ну, значит, худею. Кроме этого, певица будет делать специальную гимнастику для позвоночника. А еще каждый день ездить на велосипеде. Азиза уверена, что низкокалорийный майонез более полезен для здоровья, чем обычный. Но сейчас диетолог докажет обратное. За счет того, что в легком майонезе уменьшено количество подсолнечного масла, естественно, его галорийность снижается. Подсолнечное масло частично заменяется водой. И для того, чтобы он сохранил свою консистенцию, туда добавляют у нас предыдущие. В легком майонезе содержится альгинат натрия. Это вкусовая добавка, которая обладает также свойствами загустителя и является сильным аллергизмом. Она может спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. И это еще не полный список. От такого количества вредных компонентов сильно страдает печень. Поэтому я предлагаю вам заменить кулинез именно кулинезом. Потому что йогурт – это натуральный продукт, и он не содержит вот этого большого списка вредных веществ, которые наносят регулярно дармичь. С этого дня Юлия Чихонина назначает певице диету для улучшения обмена веществ и укрепления иммунитета. Для иммунитета необходимы такие полезные вещества, как цирк и селена. Во-первых, они способствуют защите нашего организма от бактериальных и вирусных инфекций. А во-вторых, они даже могут защищать от развития антологических заболеваний. Они содержатся в большом количестве орехов, кальмарах, много цинка, селена и полезных антологических заболеваний для иммунитета. Первые дни проходят без происшествий. Азиза тщательно выполняет все рекомендации, хотя многое дается с трудом. Певица путается в новых рецептах. Сейчас Азиза готовит холодный овощной суп. Главный ингредиент – свекла. В ней содержится йод, который ускоряет обмен веществ и помогает быстрее похудеть. Новое блюдо явно не нравится. Первая тренировка на велосипеде. Слушайте, лет 10 я или больше, наверное, не знаю. Ой, мама! Ой, я, конечно, отчаянная дама! О, какая прелесть! Ля-ля-ля! Помнят руки, помнят ноги! Так, наконец, тормози, тормози, тормози! Во время вело-пиняо укрепляется сердце и сосуды, снижается риск инфаркта и инсульта. Главное – заниматься не менее 40 минут в день. Я заметила какой-то момент, что у меня стали тянуть мышцы ног, икры, и у меня уже руки в напряжении, потому что все люди думают, что «Ай, так надо тормозить, а у кого-то не заставить». Со второй недели Азиза начинает укреплять слабый иммунитет. Поможет обливание прохладной водой. Чтобы не простудиться, поначалу певица обливает только ноги. Пойдем, Азиз! А-а-а! Ку-ку-ка! Ничего, оказывается, не так хорошо! Закалилась! Все мысли ушли в пятки. Ну, не знаю, что от страха. Ну, конечно, приятного мало. Я вообще боюсь вот этих всех обливаний. Неожиданности начинаются на третьей неделе. Участники нашего проекта преподносили нам разные сюрпризы, но такой впервые. Хорошая, кстати. Красная. Сухая. Стрессы помогает снимать. Из-за резкой смены образа жизни Азизе тяжело. Она решила расслабляться с помощью вина. Певице кажется, что пара бокалов не навредит. Но у Татьяны Шиповаленко другое мнение. Несколько лет назад к нам в реанимацию был доставлен гражданин Германии. Тяжелейший печёночный досточность с циррозом печени. И фактически выходом до него был только трансплантация печени, пересадка печени. Вот так выглядит здоровая печень. А это печень с циррозом. И мы все никак не могли причинить. Гепатитов у него нет. Заболеваний печени других у него не было. Причём он отрицал употребление алкоголя. Стали его расспрашивать более внимательно. И он сказал, что да, конечно, а как, как все девцы. По стаканчику пива. Я говорю, а что в вашем понимании стаканчик? Он сказал, ну, стаканчик. То есть это полный. Даже такое небольшое количество алкоголя разрушает кровь печени. С этого дня алкоголь под полным запретом. Я раньше думала, что цирроз печени может быть только у кончика с лакошей. Оказывается, у любителей побаловаться таким винишком. Оказывается, участь такая же. Четвёртая неделя. Закаливание идёт непоплавным. Азиза уже должна обливаться полностью. Но ей не хватает решительности. Поэтому пока закаливаются только ноги. Все рекомендации певица выполняет через силу. Гимнастика для позвоночника. Так я и не полюбила это упражнение. Наступает момент, когда нервы не выдерживают. Певица жалеет, что стала участницей нашего проекта. Я думала, что будут какие-то уколы, таблетки. Я думала, будут какие-то, не знаю, ворокамеры. Ну, какие-то растяжки, вытяжки на каких-то там этих, каких-то скафандр, где вытягиваются. А здесь что? Такой нервный срыв происходит почти с каждым участником нашего проекта. И каждого нам удаётся вернуть на путь истинный. Помогает шоковая терапия. Тебе нужно представить, что может с тобой быть, не дай бог, если ты вообще всё прекратишь делать, все эти гимнастические упражнения. Если певица перестанет делать гимнастику для позвоночника, ноги могут отказать. Чтобы прочувствовать это в полной мере, Азиза надевает специальные неустойчивые кроссовки. Так. Да, серьёзно. На некоторое время Азиза станет инвалидом. Передвигаться помогут специальные ходунки. Лёш, дай мне, пожалуйста, вот мои чёрные очки. Народ не узнал, что-то такое, что-то с Азизой случилось. Азиза выходит на улицу. Но удаляться от своего дома певица отказывается. То ли боится, то ли стесняется. Это ещё молодая, вот так иду. А когда буду старой, если ещё у меня это... Доживу до старости. Проходит час. Этого времени Азизе хватает, чтобы осознать, что её ждёт. Не дай бог, кто-то летит куда-нибудь в леса. Быть обузой для близких я не захочу. Надо заниматься. Надо заниматься. И делать упражнения, которые я тебе порекомендовал. Страшные впечатления. Когда я даже сняла обувь, я шла, у меня было ощущение, что у меня что-то с ногами. Шоковая терапия не проходит даром. Азиза заставляет себя заниматься. И это приносит свои плоды. На шестой неделе домашние дела с нагрузкой даются легче. Закаливание. Певица наконец-то решается облиться полностью. Смешала! Дражу, но уже от кайфа. Гимнастика для позвоночника. Здесь пока тяжело, но Азиза старается. Строились, поехали. Но принесла ли эта гимнастика результат? Сегодня, как говорится, без уколов и без обезбаливающих. Певица выходит на сцену без привычного укола на вакаина. Сможет ли она выступить? На всякий случай за кулисами дежурит врач. Место действий Санкт-Петербург. Годы любви. Оставшиеся дни проходят без происшествий. Тренировки закончены. Азиза отправляется на встречу с Татьяной Шаповаленко. Певица перестала простужаться. Боли в желудке прошли. До нашей встречи вы много внимания уделяли внешним атрибутам жизни. Карьере, квартире, машине, одежде. Вот, смотрите, красивая машина. Хорошая. Если за машиной не следить и не ухаживать, машина начнет ломаться. У нее начнут вылетать мелкие детали. Да. Видимые крупные детали. Отвалятся двери, отвалятся колеса. Сломается багаж. Да, да, да. Вроде та же машина. Даже цвет такой же. Но ездить на ней уже невозможно. То же самое с нашим здоровьем. Если за ним не следить, если не проходить обследование, наш организм так же развалится. Я очень хочу, чтобы это послужило главным итогом этих восьми недель, той программы, в которую вы героически вступили. Как и восемь недель назад, Азиза проходит полное обследование. Данные снова вводятся в специальную компьютерную программу. Сейчас выяснится, смогла ли певица прибавить хотя бы несколько лет жизни. Розовым цветом выделена жировая ткань. Посмотрите, насколько ее стало меньше. Куда она делась? Вот минус ваши 4 килограмма при 5-разовом питании. Вот результат. Состояние вашего желудка. Был эрозивный тяжелый гастрит. Посмотрите, что сейчас. Чистая, спокойная, розовая, слизистая. Без признаков воспарительных процессов. Без эрозии. Без язв. Опять же, правильное питание. Правильное питание. Болевой синдром исчез. Конечно. Вот результат соблюдения диеты. Состояние вашей иммунной системы. Сейчас можно констатировать, что состояние иммунной системы стало намного лучше. Азиза, вы за эти 8 недель болели? Нет. Не простужались? Нет. Вот результат. Вы укрепили мышцы. Вы создали тот необходимый мышечный корсет, который поддерживает поясничный отдел позвоночника в надлежащем состоянии. И спина стала болеть меньше? Меньше. 8 недель назад ваш возраст смерти был равен 57 годам. Как вы думаете, сколько вам удалось прибавить? Лет 40. Вы оптимисты. Да. На сегодняшний день, Азиза, конечно, не 40, но ожидаемый возраст смерти 68 лет. Самый раз в лет. Всего за 2 месяца прибавили 11 лет. Поверьте мне, это очень хороший результат. Я хотела сказать, маловато будет. Все в ваших руках. И такой результат, мне кажется, тоже является поводом для того, чтобы все это не бросать. Вы готовы заниматься дальше? Да у меня нет другого права просто по-другому относиться к себе. Просто это преступление. Я вас поздравляю. Я очень рада нашей встрече. Вовремя нас взяла судьба. Вовремя. Действительно вовремя. Спасибо. Пойдемте. Слушай. Идем. Я тебя веду. Дома Азизу ждет сюрприз, который приготовил ее жених. Саша! Я тебя ждал. Александру не терпится узнать, сколько лет жизни подарила себе и ему Азиза. Благодаря тебе, твоей поддержке, я прибавила себе 11 лет жизни. Так что, так быстро, как я думала, ты тебе не славишься. Шутка. Я хотел себе сделать сюрприз. У тебя получилось? И это еще не все. Еще не все. И сказать, что в ноябре у нас состоится венчание. Блин. Я же не знаю, плакать или измениться. Ой. Жизнь только начинается. Все секреты программы на сайте такздорово.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...